у кого есть еще вопросы а фичерс это матрица или это то есть бач или это одно значение вы имеете здесь виду фичерс нет функции функции фичерс может быть их может быть много просто здесь у нас пока один окей окей все не мешает я просто вам еще не не понял меня вопрос возник окей мы с вами дошли до момента что мы уже сделали функцию потерь посчитали нашу среднекватриотическую ошибку посчитали и теперь мы берем градиент берем градиент чтобы для чего мы берем градиент чтобы от этой функции получается от нашего места пойти в какую-то сторону и так мы с вами здесь мы обновляем наши веса как мы обновляем веса наш вес мы отнимаем производную которую мы взяли этого веса умноженную на learning rate и так сделаем со следующим весом тоже приравниваем его нашему весу к тому же весу и отнимаем от него производную умноженную на learning rate почему мы делаем умножаем на learning rate потому что шаги перехода у нас получаются большие так чтобы не перескочить минимум мы уменьшаем эти шаги как видите здесь тоже что та же самая та же самая функция у нас записано просто в виде нашего кода мы нашли м градиент нашли биг радиент и потом мы обновили наши веса надеюсь это понятно окей теперь мы обновили наши веса и мы допустим доверили наши веса но нам наши веса нужно обновлять много раз мы за один шаг не дойдем за два шага не дойдем за три шага можем не дойти поэтому чтобы каждый раз не прописывать код мы знаем мы можем делать цикл 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 из скольки шагов на вопрос можем делать тысячу шагов тысяч шагов так для ай в рейндж и трещин тысяч шагов м и бит будет у нас равно вот вот этой функции что нам дает эта функция на выходе на она берет m current m current это настоящий вес бикеррент это настоящий байос точнее настоящий данное время наш вес поскольку мы обновляем наши веса у нас есть нынешний нынешний вес еще у нас есть новый вес который мы хотим получить окей как мы находим его давайте здесь посмотрим мы берем наши фичи умножаем умножаем это все на что умножаем на это у нас градиент наш наша обновлены обновленные веса здесь ниже да обновленные веса наш веса который мы имеем в данный момент мы от него отнимаем как здесь learning рейд и вот наш вес который у нас сейчас есть мы берем его градиент окей и у нас получается апдейтед м апдейтед перемена м апдейтед обновленный вес и би апдейтед тоже наш обновленный байос окей что делать с этим совсем дальше делаем цикл наделаем цикл и мы проходимся и устанавливаем тысячу шагов тысячу шагов чтобы это все повторилось и мы думаем так куда же мы дойдем за тысячу шагов дойдем ли мы до до нашего минимума давайте посмотрим мы видим то что у нас каждый каждый из 100 шагов он выводит результат выводит результат нашей функции получается нашей ошибки где мы находимся и мы видим то что ошибка у нас уменьшается и уже девятьсотому шагу у нас ошибка маленькая где-то идет к приближается к минимуму что будет если мы сделаем еще больше десять тысяч шагов мы видим то что мы идем 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 и мы видим то что здесь мы топчемся на одном и том же месте мы видим то что после 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 семи тысячи двухсотого шага у нас число примерно одинаковое почему на каком-то вот то есть на семи тысяч нам всем там вышло обратите внимание то что здесь это у нас вот в такой вот степень то очень маленькое число степень здесь у нас как вы видите растет мы с вами видели например такой пример если у нас наша функция будет x в квадрате и если мы возьмем ее градиент градиент мы получим вот такую вот функцию и что мы делаем с каждым шагом ну допустим наш вес в начале на прошлом уроке мы давали случайный вес первый чтобы был равен 4 получается наш градиент градиент производная нам даст 8 и по нашей формуле наш вес мы обновляли наш настоящий вес это 4 мы отнимали learning rate умноженный на производную на производную запишем вот так на производную если наш вес равен 4 берем мы обновляем его мы говорим 4 минус наш learning rate был 0.1 и умножали его на что на 8 мы видим то что у нас получится 4 минус 0.08 что получится у нас будет новый вес новый вес 3.1 3.92 с каждым шагом наш шаг будет с каждым шагом это число будет уменьшаться уменьшаться и наш шаг с которым мы идем тоже будет уменьшаться теперь смотрите раз уж мы досчитали и увидели то что на 7200 шагу у нас уже мы топчемся на месте зачем нам тратить ресурсы на все остальные вычисления для этого мы можем установить условия остановки мы говорим то что если ты вдруг встречаешь число и если вдруг изменение в твоем изменение в своих шагах меньше какого-то числа то тогда тебе следует остановиться ты делаешь слишком маленькие шаги скорее всего ты просто топчешься на месте окей снова мы задали m на клоунса b наше пересечение с осью y или же мы можем сказать по-другому это w1 и w0 и наш learning rate и epsilon epsilon это порог для остановки теперь поскольку мы мы будем отнимать получается наша нам нужна величина в которой мы будем отнимать размер шага и для начала поскольку мы не знаем насколько большой насколько большой будет первая ошибка первая стоимость нашего шага мы ее можем выставить как инфинити мы делали похожие примеры когда проходили когда работали с циклами окей и конвердж хорошее слово конвердж конвердж значит сходимость в машинном обучении когда мы достигаем минимума когда наша модель учится куда у нас получилось мы говорим то что армаду из конвердж врач или на русском сходимость значит все наша модель научилась точнее она не перескочила да она нормально вышло обучение окей вопрос был количество шагов мы сами выставляем или программа это делает за нас нет мы можем выставить количество шагов iterations как мы делали вот здесь установили сначала 1000 а потом 10000 теперь мы видим то что мы будем проходить и мы будем считать считать снова снова считать ошибку снова считать стоимость вот эту вот величину окей и если у нас стоимость изменилась на очень маленькое как сказать если она на очень маленькое количество изменилась на количество меньше чем 0 . чем одна десятитысячная мы нашу программу остановим previousCost минусCurringCost должен быть меньше чем эпсилон получается разница между шагами у нас должна быть меньше нашего порога окей снова мы можем запустить наш код и если вдруг через 1000 шагов мы не достигли минимума мы можем сказать то что что сходимость не достигнута и если мы если вдруг наши изменения в порогах стало настолько маленьким что она меньше нашего порога мы можем сказать все мы мы достигли минимума сходимость достигнута давайте допустим и посмотрим то что с тысячу шагами у нас сходимость еще не достигнута наш шаг разница между предыдущим шагом и этим она еще не меньше чем наш эпсилон не меньше чем наш порог теперь что мы можем сделать давайте мы увеличим количество шагов и мы видим то что сходимость достигнута и достигнута она не доходя до десятитысячного она достигнута на 1300 шаги 1327 шаги и вот он наша ошибка окей надеюсь до этого момента понятно давайте посмотрим с вами еще на один пример теперь уже будем использовать с вами библиотеку SQL где нам по сути ничего считать руками не нужно этот датасет у нас просто выведет это просто мы генерируем датасет такой вот у нас будет square feet количество комнат это квадратные метры квадратные футы и район район мы определили от нуля до трех сразу от нуля до двух у нас три района и цена окей что нам нужно будет сделать с этим датасетом нам нужно будет если у нас разные районы у нас районный центр заводской кировский мы можем они у нас определены как 0 2 и 1 нам нужно будет их поменять используя one hot encoding почему потому что все таки 0 2 и 1 это величины но по сути названия они не являются величины поэтому нам легче нам будет правильнее заменить их на one hot encoding окей посмотрим на нашу вот на наш датасет и мы видим что у нас если у нас нулы смотрите у нас здесь здесь получается получается на пять на пять цен меньше да на пять строчек меньше чем точнее на пять значений меньше чем во всех остальных стропцах нам нужно будет избавиться да избавиться от от нула как мы с вами проходили потом мы можем использовать дискрайд мы можем посмотреть на наш датасет и посмотреть есть ли у нас выбросы мы видим то что у нас стандартное отменение 11 110 тысяч и минимальное значение 158 тысяч 25 процентов первый квантиль второй и третий и максимальное количество у нас смотрите какая разница между 75 получается 75 перцентилем или третьим квантилем и максимальным значением значит мы можем сказать то что это может у нас быть может быть выброс как мы знаем то что от выбросов нам нужно избавиться также мы можем использовать hitmap таблицу корреляции чтобы посмотреть как вообще у нас какая у нас корреляция есть сейчас у нас не используется one-hot encoding для дискликтов поэтому он не показывает особую корреляцию но надо будет нам подключить one-hot encoding там где у нас районы наши ок теперь посмотреть найти нулы мы можем использовать мы можем использовать дроп на но это не рекомендуется потому что мы будем терять данные все если у вас много данных вы можете использовать дроп на вы можете попробовать сделать два дата сета в одном вы удаляете строки или вы можете заменить пропуски заменить например здесь мы заменим по значению среднего окей обработка аутлайера тоже мы можем конечно удалить строки с аутлайерами или мы можем заменить их на какие-нибудь другие величины нам нужно кодирование категорииальных признаков что просто one-hot encoding и здесь мы с вами начнем использовать библиотеку SQL pre-processing pre-processing это значит когда мы работаем когда мы чистим данные когда мы избавляемся от нанов когда мы заполняем пропущенные данные это называется pre-processing потому что мы как бы готовим только данные и отсюда мы можем импортировать one-hot encoding с помощью этой функции мы можем изменить нашу колонку где у нас были давайте посмотрим такие значения как 0 1 и 2 категориальные мы можем их вместо них сделать три разных колонки и у нас будет единички и нули например если это district 0 у нас будет здесь единичка здесь будут 0 1 1 1 1 вроде вроде всем понятен если есть вопросы вы задавайте вроде проходили и так масштабирование кто-нибудь помнит масштабирование признаки приводить приводить к одинаковым цифрам как себе поделить на среднее значение чтобы они в рамках да если вы помните вот у нас есть такая вот формула мы можем мы зачем делали масштабирование чтобы у нас признаки приняли примерно одинаковое значение чтобы они были скажем все в диапазоне единички единичка единичка минус 1 а это не нормирование нормирование можно да можно назвать нормирование мы хотим чтобы они у нас все стали более-менее похожими зачем мы это делаем потому что алгоритм машинного обучения большим ценам большим цифрам могут давать больше внимания что нам на самом деле не нужно поэтому масштабирование тоже важно окей также мы можем использовать препроцессинг стандарт скейлер просто вызываем его в переменную стандарт скейлер и мы нормируем наши данные вот squarefit и rooms после этого если вы помните мы говорили то что наш дата сет мы разделяем на на две части иногда на три то на чём мы тренируем нашу модель также у нас есть другой иногда мы делим это на три части называется validation validation или cross validation ну о нём мы будем говорить с вами тоже позже окей теперь мы разделили как это всё делается мы готовим наши признаки нам нам нужен x и нам нужен y что что у нас будет x что у нас будет y x это у нас если вы помните термины у нас есть признаки и у нас есть цель получается везде где у нас признаки количество squarefit это квадратура нашей квартиры количество комнат и что ещё будет у нас признаком это его дистрикт его район всё это у нас будет считаться как как признаками и здесь же у нас цель цель это наш y что мы хотим узнать это у нас цены мы получается из нашего из нашего датасета удаляем для x мы удаляем значение цены чтобы у нас было всё кроме цены это будут наши признаки останутся а y нашей целью будут сами сами цены окей хорошо теперь вот с помощью с помощью вот такой вот линии кода мы делаем 4 перемена x train x test y train y test и используем train test split откуда это train test split также он у нас из SQL model selection мы выбираем модель мы используем train test split он нам рандомно перемешивает все наши строчки что может быть они у нас выстроены мы не знаем есть какой-то порядок выстроения может они у нас от меньшего к большему чтобы не случилось ошибок точнее чтобы наша программа не научилась хуже мы используем мы рандомно перемешиваем все строчки и оттуда выходит вытаскиваем делим на тест и на 3 как вы видите здесь мы поделили 80 на 20 80 на 20 20 процентов у нас будет теста 80 мы будем тренировать нашу модель random state random state 42 наверное кто-то из вас уже слышал когда мы рандомно что-то делаем поэтому на самом деле мы не делаем это рандомно там есть какая-то закономерность и прописывая здесь 42 мы можем те же самые результаты воспроизвести мы будем знать насколько рандомно точнее по какому принципу рандомности у нас было перемешан дата окей теперь нам нужен выбор модели снова мы обращаемся к скейлерн мы выбрали линейную регрессию создали переменную линейную регрессию и запустили модул и наша модель линейная регрессия теперь мы тренируем наши данные мы используем fit model.fit и вводим сюда x и train и y train и train is not defined значит мы забыли запустить какую-то изи человек окей теперь что мы тренировали модели мы искали оптимальные оптимальную линию оптимальную линию оптимальную линию поскольку у нас было сколько признаков давайте посмотрим price это у нас y y равен у нас есть наш признак 0 наш bias потом у нас есть то лише x первый да скажем square fit это у нас x плюс формула у нас такая получается да например количество комнат это вот у нас еще один x дальше у нас идет district x3 пусть это будет district district 1 и точно так же для второго и для третьего в общем у нас получилось 1 2 3 4 5 у нас должно быть 5 весов 5 весов и 1 интерсепт интерсепт это тоже вес вес с нулем давайте вернем это понятно теперь снова обращаясь к склерн мы попросили как раз таки вытащить нам нас капит извините а что с нулем еще раз можно W с нулем да да W с нулем да да W с нулем W с нулем W с нулем W с нулем а это может быть любой признак либо W с нулем это W помните где у нас пересекает это тоже самое а рандомный вес получается да это тоже рандомный вес но сейчас он уже не рандомный он ведь прошелся через через оптимизацию и сейчас нам уже дали оптимальные веса Вот, получается, наша формула будет выглядеть, здесь наша формула будет выглядеть как, вот это у нас W, W0 это у нас, да? Мы можем сказать Y равен W0 плюс наш X. X это у нас что? Если это количество комнат, здесь будет количество комнат. Ну, это будет для нас сейчас просто формула. Но какой коэффициент будет? Здесь сначала будет коэффициент плюс X2. У всех вторых элементов, у всех вторых параметров будет вот такой коэффициент. Наша формула, получается, будет выглядеть, формула нашей идеальной линии будет выглядеть примерно так. Мы умножаем это число на X. Надеюсь, это понятно. Если мы будем показывать... А мы делали, да? А? Масштабирование мы делали? Что мы делали? Масштабирование. Да, масштабирование здесь не сработало. То есть, как бы, если масштабирование не делалось бы, то меньшую цифру бы шли бы, наверное. Да. Окей. Теперь давайте посмотрим... У нас есть времена. Давайте быстренько посмотрим еще раз на градиентный спуск. И с одной переменной посмотрим на графике, как это выглядит. То же самое с кейлер. С кейлер, кстати, мы можем задать датасет, генерировать датасет с помощью Make Regression. Вот у нас получается N количество наших точек. У нас будут получаться точки с координатами X и Y. То значит X, то значит Y. У нас будет где-то фичур. X это фичур. Таргет это цель. Или, например, фичур это у нас квадратура, а таргет это будет цена. В таком духе. Окей. И так у нас выглядит наш датасет. Мы примерно знаем, как будет выглядеть наша линия. И опять же, нам уже не нужно ничего рандомного инициализировать. Мы можем просто использовать SQL. Мы запрашиваем SQL, Linear Regression, TrainTestSplit. Мы выбираем модель, делаем переменную, называем ее модель. И к ней приравним линейную регрессию. И точно так же мы используем TrainTestSplit. Делаем 4 перемены. X-Train, X-Test и Y-Test. Окей. Потом мы, то что мы разделили, да, наши данные для тренировки, вместили в нашу модель, чтобы она натренировалась. И мы можем получить как раз-таки вот эти, эти значения. Давайте здесь сделаем так. Эти значения. Что это будет? Первый это коэффициент, второй это интерсепт. Как это будет выглядеть, например, если Y равно... Давайте в этот раз напишем. Интерсепт это у нас это число. И наш коэффициент это, это число. Получается, наша формула будет выглядеть вот так. Формула чего? Формула линии, которую мы проведем здесь. Которая будет наилучшим образом описывать вот этот тренд. Которая линия, у которой количество ошибок наименьшее. Окей. Надеюсь, это понятно. У кого есть вопросы? Окей. Так. Окей. Если мы сделаем какую-нибудь другую линию, да. Например, делаем какую-то другую линию, дадим какие-то другие коэффициенты. Это наша идеальная линия. Мы можем также использовать предикт. Предикт, чтобы дать какие-то... провести какие-то параметры, да. И посмотреть, какой же таргет он нам выведет. Точнее, мы дадим ей X. И посмотрим, какой Y нам выведет эта модель. О предикте мы будем говорить еще больше на следующем уроке. Сейчас давайте просто так глянем. На единичке. На самом деле, что нам предскажет наша модель. И в правду у нас будет ответ где-то в районе 80. Ну, как и наше предсказание. Ну, или мы можем... Здесь мы просто используем предикт. А здесь мы умножили... Если вы помните... Здесь... А, это у нас наш W1. Это у нас W0. Окей. Окей. Теперь, если мы какую-то другую линию делаем, мы коэффициенты сделали другими. Кстати, посмотрите, мы поменяли название. Можем записать вот так. Какой-то еще мы можем записать. Можем записать. Вот так это пишется. Например, здесь мы сделали две переменные A и B. А это у нас, можно сказать, как M наше, да, как у нас коэффициент. А B это наш bias. Другими словами, это наш W1, а это наш W1. Мы провели, и мы смотрим то, что у нас получилась линия. Мы дали вот такой вот коэффициент и вот такой вот bias. Но эта линия не очень. Как мы ее улучшим? Мы ее можем улучшить с помощью как раз-таки нашей функции, среднепатологической функции ошибки. В целом, то, что сейчас мы увидим, это то же самое, то же повторение, просто чуть-чуть уже по-другому. Объяснил. И здесь у нас будут графики именно градиентного спуска. Смотрите, у нас есть величины X и величины Y. И у нас есть хорошая модель, которую мы натренировали со Scalerm, и плохая модель, которой мы дали вот эти новые коэффициенты. Хорошую модель мы с вами натренировали. Вот она у нас. Плохая модель. Вот она. Окей. Теперь, если мы отнимем от Y, который мы на самом деле получили, настоящий Y, мы от него отнимем Y. И для первой модели, и для второй модели. Мы получим разницу. Получим разницу. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мы видим то, что разница у нас здесь разная. И разница, где больше? Хорошая модель, здесь разница меньше. Получается, ошибка меньше. Если это у нас настоящее, истинное значение Y, это у нас предсказание хорошей модели. Это у нас предсказание плохой модели. Это у нас разница для хорошей модели. Мы от настоящего отняли хорошую модель. И здесь у нас разница, получается, ошибка плохой.